Около 200 участников из шести регионов страны. Ульяновск седьмой раз принял турнир по греко-римской борьбе в памяти Рамиса Садиева. На борцовский ковер вышли спортсмены в возрасте от 9 до 12 лет. Среди почетных гостей турнира – олимпийский чемпион Виталий Константинов. Знаменитый спортсмен говорит, что главное для этих юных борцов – приобрести бесценный соревновательный опыт. Ребята не будут волноваться на других соревнованиях, будут уверены чувствовать. И естественно растет мастерство, класс борца. Так что будем надеяться, что из этих ребят, которые сегодня борются на соревнованиях, вырастут хорошие спортсмены. Ульяновец Рамис Садиев не был выдающимся борцом. Воспитанник тренера Вячеслава Романова Больших Высот в греко-римской он не достиг. Но завершив спортивную карьеру, всегда старался помогать региональной федерации борьбы. Он трагически погиб в 2012-м. У него остались дочь и два сына. А друзья в его память каждый год проводят турнир среди юношей. Мы чувствуем теплоту, поддержку близких нам людей, друзей, спонсоров. Мы чувствуем, что мы не забыты, что они все рядом с нами. Пусть даже Рамиса нет рядом с нами, как-то вот косвенно мы чувствуем его. Юный ульяновец Захар Шамсудинов получает последнее наставление перед схваткой. Самые ценные советы от отца, мастера спорта международного класса Назира Шамсудинова. Установка на схватку длится даже больше, чем сам поединок. Не проходит и минуты, а судья уже дает финальный свисток и поднимает руку Шамсудинова-младшего. На турнире памяти своего земляка бороться спустя рукава хозяева не намерены. Здесь должно быть все взаимосвязано. И спортивное, и воспитательное. Именно нет такого, чтобы какая-то часть была больше. Это все в равных пропорциях. Именно только в комплексе мы можем добиться определенных значимых результатов. 14 комплектов наград разыграли участники 7-го мемориала Садиева. Лучшие показатели в командном зачете у хозяев борцовского ковра. Кроме Захара Шамсудинова, еще шестеро из них стали чемпионами. Также у сборной области еще 4 серебряные и 7 бронзовых наград. Михаил Сашанский. Новости Управда ТВ.